Ты выше, а я меньше смотреть. А еще подушка есть. Ты как будто моя дочь. Ага, так получше. Разучилась совсем, девочка. Так, давай обложку. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка Эмили. И угадайте, кто? Вы не ждали меня? Или все-таки ждали? Но я все-таки приперлась. У нас, значит, Макдональдс. И мы спустя столько времени снимаем для вас видео. Сколько не было у нас видео совместных три месяца? Но мы поругались под Новый год. После Нового года, в конце июля. Потом была вероятность, что мы увидимся и мы помиримся. Но мы увиделись, но не помирились. Да, мы еще больше поругались. Как тебе? Вкусно. Что больше любишь? Сыр или барбекю? Еще есть там хаймс. Я люблю все. Давай сыр. На. Так, мы приступаем. У нас сегодня Макдональдс. У меня макчикен. У нее что-то? У меня уже в животе. Луковые кольца. Вы просто посмотрите на это. Сколько мы не пробовали с мамой приготовить вот эти луковые кольца, так же, как они готовятся в Макдональдсе. Получилось? Так, как у них не получается. Я уверена, твоя мама тоже вкусна. Вкусно, но не один в один. Да. Вкусно. Вау. Они настолько вкусные, что Алька полюбила лук. Благодаря. Здесь как бы не особо лук чувствуется. Это больше, знаете, какие-то сырные кольца. Да ладно, никакого сыра там нет, не выдумывай. Ты полюбила лук. Я же говорю, я даже заставлю мертвого полюбить все, что хочешь. Наггетсы. Сегодня мы сидели с ребятами, кушали. С друзьями обсуждали еду. Мы говорим, я люблю жрать. А он говорит, я тоже люблю жрать. Они говорят, а сколько ты жрешь? Я говорю, я съел. 50 суши. Это было так смешно, что мы столько жрали. Жрали. Рыжали, я хотела сказать. Не жрали. Мы пожрали, а потом рыжали. Пусть так, как пожрали. Мы с Фатей обсуждали, что мы будем есть. Я говорю, давай наггетсы, чизбургеры, там, не знаю, луковые кольца. И Фатя говорит, не говори это все. Я голодная на работе. Как ты можешь? Я хотела сказать, не пиши мне. Я вижу чат Аль-Кремель и у меня уже слюн вичит. Мы обсуждали за газ Макдональдса. Как тебе без меня? Плохо. Я скучала по тебе. Я плакала и страдала. Посмотрите. Посмотрите, как вкусно. Они не могут посмотреть, как вкусно тоже мне. Хотя могут жти. Я что-то хотела сказать, да. Проблемы, короче, они говорят, мы идем жрать. И у нас два мальчика сидят, обсуждают, как они пойдут есть Макдональдс. А я тоже буду есть Макдональдс. И они обсуждают, сколько они будут есть. А ты скажешь, а вы увидите, сколько я хочу. А другая девочка, она тоже любитель поесть. Мы все такие такой, я друг, я, ты друг. Мы криминальные криминальные поесть. И, в общем, она такая сидит. И она тоже живет одновременно. Она говорит, вы будете жрать? Ох, вы заразы. И они рассказывают, что они будут есть такие. Рассказывают, такой бургер поедим, такой сочный. А она говорит, а они будут жрать? Я говорю, что с тобой, фигантные дети? Она говорит, они будут не по-детски жрать. Я столько смеялась. А мы на прошлой работе, в строительной компании, в той. Получается, что на обед там все решили пойти в Макдональдс. И меня как бы не позвали, потому что я как бы с ними не очень общаюсь. Ну, как бы я только новенькая, да? А ты расстроилась? Тебя не взяли в Макдональдс? Ты была новенькая? Да. Плохи. Дай мне другой соус. Ну, пердоны, а вот она. Ничего, зачем тебе больно, типа, стя? Из одного соуса нельзя. Коронавирус. А, другого нету. Могу тебе этот насыпать. Давай насыпать. Она сыпет соус. Она меня целует в десны и говорит, что коронавирус. Мы всегда раньше ели из одного соуса, но коронавирус. Хотя мы ни с кем не общались. Мы их сохраняли карантин. А я сегодня пошла на лазерную эпиляцию, и там было столько человек. У нас никто почти не болеет. Так что не бойтесь за нас. Я специально записалась на лазерную эпиляцию два дня назад. На 12.10. И, оказывается, в это же время было записано 7 человек. Да ладно. 7 человек на 12.10 или на 12? На 12. О, Боже мой. А я была в 12.10. Ненавижу ждать. Я такой нетерпеливый человек. Вообще, это очень плохо. Но я такая. Мне кажется, тогда зачем вообще записывать людей, если все равно они будут час ждать. Чтобы побольше клиентов принять. Они это объяснили так, что часто записываются, и потом люди не приходят. И они вынуждены записывать несколько человек на одно и то же время, чтобы избежать того, что они потеряют клиенты деньги. Ребята, так вкусно. Знаете, что странно? Вроде все говорят, что Хайнс одинаковый, но этот соус, который вот такой, он вкуснее, чем тот, что дают в Макдональдсе. Вообще, мы как-то снимали видео для моего канала. Можете посмотреть, кстати. Ссылочка, кстати, на канал Фатя. Вым по боксе. Давайте, наконец-то, добьем ей 100 тэш. Спасибо, родная. Да, и что я говорю? Мы там сравнивали соус Хайнса, который из KFC из Макдональдса. Давно как-то это было. И у них цвета были разные, хотя это тоже Хайнс. Странно, да? Да, наверное, они для Макдональдса специально отдельно делают. Другую формулу. Рецепт. Другой, да. Я так говорю, формула, как будто бы эта косметика зато. Фатя пошла в тот день. И она увидела занавеску в Сабине, что 70% скидка. И она подумала, наверное, что это 70% на все. Пошла и купила вот эти тени. За сколько это? 34 моната одна штука. Однушка пупа 34 моната. Почти 2000 рублей. Ну, 1500 рублей. Учитывая, что это какой-то пупа. Да, это масс-маркет вообще. Почти попа. Вот и она. За эту попу одна. Мне чуть челюсть не смесла. Я ей предложила купить 8 порядок от Революшина. Революшина нам должна одну шкур. Мы столько... Мы столько и спяли. Они не стоят этого. Ну, реально хорошая косметика. Просто сервис промает. Раньше у них такие скидочки были. Вообще. Сейчас, кстати, все поднялось. Все цены. На улице такая погода. Лед, как из ведра. Может быть, вы даже слышите. Вот. И мы сидим такие и жрем. Это прям непередаваемое ощущение. Согласись? Угу. Для меня в любом случае жрать это... Мама меня убьет за слово жрать. Я раньше так не выражалась. У кого-то это интересно научилась. Не знаю. Я испортилась, пока мы с тобой не жили. И то же самое, как вчера мой брат звонит. И говорит, есть блогер. Мукбанки снимает. Русская девочка. И она... У нее где тысяча подписчиков. И она сняла Кутабы. Вкусно. Вот. И у меня брат такой говорит, интересно, откуда же ты взяла идею Кутабов? Ммм. Я говорю, это же не значит, что я изобрела Кутабы. Если я сняла, то не знаю, что... Никто не может. Я, например, сняла, что в моем холодильнике. Я, наоборот, буду рада, если другие тоже... Да ладно, все... В моем холодильнике такой формат еще был на Ютубе раньше. Но то, что есть вдвоем, по-моему... Вообще, эти все мукбанки. Ну, мы не самые первые, но буквально третий на Ютубе вообще из русскоязычных. Как вкусно. Деревенская картошка, это вообще... Луковые кольца вообще обалденность. Теперь каждый раз берем луковые кольца. А еще я обожаю макчикен, потому что здесь огромный наггет, булка, капустка, майонез. Булка, капустка в любом бургере есть. Здесь нет капустки. Вот, а я тебе о том же говорю. Это дабл что мне? Чизбургер. Ты мне заказала дабл чизбургер. Так, пробуем. Ммм. Ммм. Да и котлеты-то чересчур. Мы один раз с подругой заказали вот такой вот бургер. И как-то его было очень неудобно кушать. Мой самый любимый это макчикен. Обожаю. Особенно макчикен меню. Так дешевле. Макчикен. Что? Что? Это тебе хорошо. Да, медяки, да хрена всего? А че тебе жалко соуса для подругов? Не жалко. Я шучу. Ммм. Ммм. Я один раз оставалась у Шелли. Мы с ней приготовили пиццу. И последний слой пиццы, это был просто, наверное, полкило там было этого сыра плавленого. И представьте, какая жирная пицца получилась. И тут, значит, мы ее разрезаем и начинаем кушать. И Шелли достает из холодильника майонез. И сверху прям вот таким вот слоем сверху майонез. Я подумала, что это какой-то прикол. Она что-то прикалывается надо мной. Когда она начала это есть, я такая, тебе реально вкусно? Он такой, а что? Несла майонез всегда в тему. Его много не бывает. Я говорю, ну ладно, я люблю майонез. Как мне говорят, ты любишь все. Я, кстати, я не знаю, рассказываю вам или нет. Если рассказываю, слушайте еще раз. Потому что я постоянно одни и те же истории по пять раз. Раз, раз, да, я забываю. Я была в паспорт столе, в основном, фидмят. Вот. Я такая говорю, что мне нужен паспорт, потому что я не могу пойти на... Пойти получить свою зарплату с работы. Она такая, ай, я вас знаю. Да, ай, я вас знаю. Вы, это, идите на камеру с девочкой одной. Нет, да, да, это я. Она такая, аа, сядьте тогда. Выгодно, да, быть звездой? Девочка, мне подошла женщина с ребенком и попросила сфоткаться. Вы сфотографируете? Ребенка со мной. У меня был взрослый. В армию уходил. Лет 14. Да. Я так соскучилась по нашим жрачкам. Поверь, два мукбанка снимаем. Нажираемся в хлам и лежим. Теперь часто будет видео с Фати. Обязательно подписывайтесь на ее канал тоже. Мы должны добить для нее 100 тысяч. Так как я люблю больше курицу, поэтому мне нравится макчикен. Ты такую половинку свою съела уже? Да, я все съела. Обжиры вернулась. Блин, писай. Я скоро перейду на твою картошку. Так, давайте отодвинем, мало ли. Доверяй, но проверяй. Сейчас еще у меня много здесь. Все, Айка, купишь себе новый соус-корочек. Можно еще разрезать упаковку и там слезать. Ты тоже так делаешь всегда? Я спалила. Мы всегда разрезаем, потом облизываем. Она все врет, ты не доходишь. О, господи, как же это классно. Ты там вырежешь, как бурчат наши жены. Поэтому я ничего не буду вырезать, даже как. Все, оставлю. Помнишь, я таскала к тебе свою камеру. Мы сидели жрали, помнишь? Потом думали, блин, надо со стола убирать. Помнишь, я тебя убирала? Потом отодвигали туда и здесь снимали. У нас главный девиз. Самое главное, чтобы в кадре был порядок. Не важно, что там мухи летают и так далее. Я уже начинаю. У меня и такие неидеальные стрелки. Сейчас вообще все поплывет. Бог, азам довел. Такое чувство, когда у тебя рост полный еды, и ты смеешься и не можешь проглотить. Ой, ребята, как сегодня я ржала. Я тебя не могу запринести. Не стесняйся, здесь все свои. Я тебе расскажу попозже одну смешную историю, и ее нельзя рассказывать никому. Расскажи. Ты поржешь. Я вам следующую руку панки. И ее блокну. Расскажи. Ты не сможешь это сделать. А это такое... Фатя всегда говорила, слушай мои войсы на ухе. А представляете, у нее такие войсы по 2 минуты, по 3 минуты. А что я тебе сказала такое? Она слушала около папы. Потом, как мне было стыдно. Хорошо, что я никогда не видела с твоим папой. Если что, скажи, что это была не я. Прикиньте. Они видят, и папа такой... А, это та девочка, которая войси говорила это. И у нее... А, это другая. Пойди порогать. Твой папа, по-моему, просто посмеялся, да? Да, да. А это у меня все течет. Почему-то у меня слезы только из одного глаза. Почему так? Как я увидела Патю? Видела, какие у него стрелки крутые. Я поняла, почему вы меня хейтетесь за стрелки. Как действительно у меня кривые стрелки. Патя училась на визажиста. Да. Я вспомнила, как при папе сказала эту вещь. Ой, как это было смешно. И теперь я больше не совершаю таких ошибок. Я всегда, когда слушаю ее войси. Потом еще что-то такое сказала. На работе была толпа парней, она при них слушала. Почему-то всегда, каждый раз. Ты не знаешь, что на работе вокруг меня все сидят. А ты не знаешь, что есть такая прекрасная функция 21 века? Ставишь телефон к уху и никто не слышит. Представь. Ты и моя мама почему-то игнорит эту функцию очень упорно. Как будто я реально долгое время не знала про эту функцию. Потом я заметила, что люди берут в WhatsApp и лазят. Потом раз на ухо поставил, а обратно лазит в WhatsApp. Я думаю, что вы делаете? Я говорю, что ты не знаешь? Он мне такой говорит, ну войси можно слушать вот так. Я такой, да ладно? Честно такое было? Ты просто как-то такие лайфхаки узнаешь. Мне тоже говорят. Прикол. Пойду мы записывали, записывали, а звук не записался. Я убью тебя. Не шути так. Там микрофон вообще работает. Такое бывало у тебя, что звук не записывали? Да, много раз. А почему? Я забыла воткнуть. Нет, я воткнула. А если не воткнула, камера не пишет разве звук? Пишет, но это тихо, да? Не то, что здесь, здесь прям... Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Как слезы. У тебя не столько, а под водка. Я наелась-понаелась? Как ты думаешь? Нет. Я могла бы еще пару бургеров сместить. Хочешь этот мой съешь? Я не хочу, я картошку съем. Да нет, я шучу. Я растолстею, нельзя так много. Ой, как это вкусно. Я довольна. Ты довольна нашим свиданием? Да. С тех пор, как мы помирились, мы первый раз увидимся. Потому что коронавирус. А почему? Кстати, сейчас все будут спрашивать, почему вы поссорились. У меня на канале есть видео про это. И вообще мы подробности расскажем на канале Фати, поэтому подписывайтесь. Мы же расскажем подробности. Да, расскажем грязные подробности. И как я тебе отправила палетку, и ты мне сказала, пошла нафиг. Я ей сказала, я сказала, поздравляю. Мы с Сорей решили не общаться. Она говорит, ты тоже купи себе такую палетку. Она такая классная. Я говорю, поздравляю. Джон, я просто не была готова, я тоже хотела помириться. Это, короче, как ни в чем не бывало, подошвы спят. Я решила отправить ей палетку. Я знаю, что если начать с Фати тему косметики, она просто забывает про все. И думает, да, эти тени. Это такая текстура. Это притое золото просто на руках. Это, смотри, как блестит. Я просто знала ее. Но что-то не прокатило. Но подробности мы расскажем на канале Фати. Поэтому подписывайтесь, ждите это видео. Ссылочка будет в описании. Не у меня в штанах. Короче, ребята, вроде бы все слопали. Мы наелись. Спасибо, что были с нами. Такие посиделки будут постоянно. Всем, как в старые времена. Пока. И подписывайтесь на наши инстаграмы тоже. Субтитры сделал DimaTorzok